Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, а также представители здравоохранения ответили на вопросы журналистов. Пресс-конференция была посвящена ситуации с COVID-19. На встрече побывали и мы. 16 271 случаи заражения, 501 летальный исход. Такова статистика по COVID-19 в городском округе Люберцы с начала пандемии, то есть с весны прошлого года. За этот период вирус несколько раз затихал. Сейчас он снова пошел в наступление. Течение заболевания в третьей волне серьезным образом отличается от первой и второй волны. В первую очередь это тяжелое и быстрое развитие заболеваний у пациентов молодых без сопутствующих заболеваний. Коронавирус дошел и до детей. На данный момент в инфекционном отделении Люберецкой областной больницы лечатся 46 пациентов в возрасте от 1 месяца до 17 лет. В отличие от взрослых, у них болезнь протекает в легкой форме. Один из вопросов журналистов коснулся темы вакцинации детей и подростков. Сейчас этот вопрос обсуждается. И в настоящее время проводятся клинические исследования вакцины с COVID-19, насколько эффективно и безопасно им применение у детей. Я думаю, что окончательное решение будет принято после окончания клинических исследований. Немало вопросов и по поводу вакцинации взрослых. Например, сколько дней после прививки допустимо повышение температуры. По словам врачей, обращаться в больницу надо в том случае, если озноб держится больше трех дней. Сделал укол, но на госуслуги не пришло уведомление. Причина может быть в техническом сбое или в некорректном внесении данных пациента. Необходимо обратиться в поликлинику для проверки корректности внесения ваших данных. Вы можете через свой личный кабинет в госуслугах интегрировать в категории вакцинации от COVID. Под категорией я вакцинировался, но не получился сертификат. Что касается темпов вакцинации, то в городском округе Люберцы первый этап прошли около 110 тысяч человек. По статистике у нас порядка 315 тысяч проживающих. Если мы ставим 60 процентов, хотя сейчас поставили на пример министрам до 80, но если мы берем 60 процентов, то 151 тысяча, не менее мы должны вакцинировать. От этой цифры у нас вакцинация уже порядка около 73 процентов. Весь процесс иммунизации прошли около 62 тысяч люберчан. Вторую прививку назначают через 21 день после первой. Если человек в отъезде и не может посетить пункт вакцинации, вторую дозу препарата допустимо вводить чуть позже. Уизей Гязарян Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.